Здравствуйте, уважаемые севастопольцы, любители спорта. Самая древняя игра на планете – это шахматы. Шахматы популярны во всем мире, но в Севастополе у нас есть большие традиции. Мы отметим, что действительно наша шахматная школа известна на весь мир. Мы знаем о том, что у нас победителями шахматных олимпиад мировых, причем защищая спортивную честь Севастополя, был и Владимир Маланюк, Александр Онищук, они заслуженные мастера спорта. Также у них звание международных гроссмейстеров. Звание международных гроссмейстеров у нас получили также Диана Арутюнова, также у нас Олег Смирнов и Наталья Ручьева. Так что это наши маяки, те, кто защищал спортивную честь страны и Севастополя. Сегодня у нас гостья, президент Федерации шахмат Севастополя Анна Волобуева. Здравствуйте. Хочу отметить, что шахматную федерацию в Севастополе возглавляли мужчины. И вот теперь впервые у нас женщина, которая беспокоится, особенно за самых наших юных шахматных дарований, за мальчишек и девчонок, вкладывает всю душу в то, чтобы соревнования проходили на высоком организационном уровне. А поводом приглашения к нам на студию, к нам в эфир, было то, что финишировало первенство Севастополя по шахматам. Несколько слов расскажите, как прошли они, во-первых, где, почему и кто же у нас там победил. Да, вот сейчас у нас закончились первенства города Севастополя по шахматам среди возрастных категорий до 11 лет, до 13, до 15, до 17, до 19. Это были и мальчики, и девушки. Вот. Проходило у нас соревнование в Гагаринской администрации. В администрации, да. В администрации, да, кто издал в Гагаринской администрации. А почему? Ну, потому что благодаря Ярусову Алексею мы смогли найти это помещение, а центральный шахматный клуб на тот момент отказался, потому что не было еще лицензии спортивной. И у нас, в принципе, нельзя было проводить там соревнования. Нельзя никакие соревнования проводить. Но все-таки этот момент наступил. Да. Вот сейчас, неделю назад, пришло, наконец, разрешение, пришла лицензия на помещение на Большой Морской 50 от Минспорта России. Центр шахматно-шашечный. Теперь у нас есть в городе. Вот теперь он и называется так. Не шахматно-шашечный центр, не клуб шахматный, а называется Центр шахматно-шашечный. Вот такое положение. Это уже легче, можно будет все проводить. Да, то есть, в принципе, мы теперь в этом помещении можем проводить соревнования все детские возраста, также можем проводить и финал города Севастополя среди мужчин и женщин. И пенсионеры наши теперь не будут обделены. Очень приятно. Итак, мы возвращаемся к первенству Севастополя по шахматам. Оно проводится ежегодно. Его цель и задача – это выявить, кто сильнейший шахматист, создать сборную, которая может выезжать на первенство Южного федерального округа, на первенство России. Итак, о наших победителях. Да. В возрастной категории до 11 лет среди мальчиков и девочек у нас победил Дудоров Александр. Он у нас побеждает уже второй год тоже подряд в этой возрастной категории тренер белый Александр Иванович. Играли там мальчишки и девчонки? Играют там мальчишки и девчонки вместе. Деток собралось в этой возрастной категории 42-43 человека, где-то так. Поэтому, в принципе, конкуренция была большая. Хотя возрастная категория и написано, что до 11 лет. Но детки там все играют 8-9 лет. Потому что по законам Российской Федерации должен быть запас 2 года спортивный, чтобы они имели право отобраться на Южном федеральном округе, в следующем году на первенстве России. И потом, если вдруг повезет, то уже на первенстве мира. Да, дай бог, чтобы у нас попал кто-то на первенстве мира. Итак, 11 лет у нас выступили ребята. Следующий шаг – 13. Следующий шаг у нас до 13 лет. Победителем у нас тоже уже второй год подряд становится Копуль Виктор, тренер Иванов Иван Васильевич. Мальчик тоже подающий надежды, талантливый и, главное, внимательный. То есть, ответственно относящийся к задачам шахматным, которые ставит перед ним тренер. Парень перспективный. Как я понял, что это сейчас один из перспективных ребят. Да, мы надеемся на него и надеемся на Лихачева и Сергея, что все-таки они у нас подрастут и не бросят шахматы, как часто случается, когда родители забирают детей из шахмата. Да, вы знаете, наверное, нашим телезрителям известно, что чем ближе к выпуску, чем как только мальчишка или юноша или девушка заканчивают школу, особенно последние, уже идут репетиции, то есть думают о ЕГЭ. Да, да. Но, кстати, те спортсмены, которые сдают нормы ГТО, особенно золотой значок, это дополнительные 10 баллов при поступлении в вуз. При поступлении дают, да. И так у нас, Анна Сергеевна... Мастер спорта, дополнительные 10 баллов. Да, и дополнительные мастера. И так у нас 13 лет. Следующая категория 15 лет. До 15 лет у нас победил Колесниченко Алексей. Впервые он добился победы. Я думаю, был очень рад, потому что и до 8, и до 11, и до 13 он был то второй, то третий. То второй, до третий. Ни разу не получалось так, что в этом году он победил. Поэтому, ну, тоже надеемся. А где он тренируется? Колесниченко Алексей, тренер у него Шульга Юрий Владимирович. Он тренируется в нашей спортивной школе на Большой Морской, 50. Я знаю, что Юрий Шульга, один из наших первых тренеров, передовых тренеров. Он мастер спорта ФИД, сам еще выступает, играет и часто, кстати, возглавляет судейские... Да, Шульга Юрий Владимирович, во-первых, у нас судья второй категории, то есть он возглавляет часто очень наши судейские, все команды, все наши мероприятия. И Юрий Владимирович очень сильно помогает нам из федерации и с тренировкой детей. И в прошлом году и позапрошлом он за свой счет сам ездил, детей возил, то есть за свои деньги на первенство ИФО. Поэтому ему большое человеческое спасибо. Вот так мы остановились, что один из лучших тренеров у нас Юрий Шульга, тем не менее Александр Иванов тоже у нас толковый, он кандидат в мастера спорта, но тоже с детьми возится, я смотрю... Возится, да. Иван Васильевич у нас тоже очень любит деток, он возится с детьми, у него своя программа. Он для каждого ребенка разрабатывает программу, которая соответствует знаниям конкретно этого ребенка и умениям конкретно этого ребенка. Это очень хорошо, потому что некоторые дети быстро схватывают и быстро забывают, а некоторым, наоборот, нужно побольше посидеть, подумать, но уже они об этом никогда не забудут. Анна Сергеевна, мы коснулись трех возрастных категорий. 11, 13, 15. Следующая категория 17 лет. Уже старшие ребята во многих видах спорта это уже юниоры. Как у нас прошли соревнования? У нас среди юниоров участвовало 7 человек. Вот поэтому как бы хотелось, чтобы родители не забирали детей из шахмата. То есть 7 молодых людей до 17 лет, это деткам было по 15 в среднем, да, 15-16 лет. Среди них победил Хроня Никита. Ну, Никита Хроня, он часто выигрывает турниры. Хотелось бы, чтобы он более серьезней относился к тренировкам и не пропускал ни занятий. Да, хотелось бы, чтобы взрослые детки все-таки уже могли так распланировать свое время, чтобы хватало время и на шахматы. И на учебу. И на учебу в школе. Потому что к такому возрасту уже шахматы большое подспорье в плане мысленного процесса. Да, поэтому им удобно и математика, и физика легче гораздо идет. 19 лет категория. До 19 лет у нас было всего два мальчика, они сыграли между собой партии, и в принципе они сыграли их между собой ничью, но там по дополнительным показателям. Определили победителя. Да, определили победителя. Я хотел спросить, что у нас, кроме мальчиков, мы не назвали имена девушек наших, наших шахматных дарований. Девчонки тоже играют в шахматы и довольно-таки усидчивые. Да, девочки усидчивые. Одно плохо, что девочек очень мало. Почему-то мама и папа считают, что шахматы это не девичий вид спорта. Хотя самый известный наш гроссмейстер Наталья Михайловна Ручьева, правда, чемпионка Союза, девочка, чтоб там не было. Да, и она у нас троекратная чемпионка России, первенство среди ветеранов. Вот, пожалуйста, девушка, красавица. Поэтому, пожалуйста, родители, приводите девочек тоже на шахматы. Для них это полезно. Старожук Екатерина у нас хорошая девочка, тоже подающая надежды. Надеюсь, что мама не заберет ее, когда она начнет подрастать. А среди самых маленьких девочек Лужецкая Диана была победительницей. Вот у нас определены победители, и теперь они должны выехать на ЮФО, Южный федеральный округ. Я знаю, что под Сочи есть у нас Аквалоу, это база всероссийского уровня. Кто у нас планируется на то, что будет? В этом году повезет детей Иванов Иван Васильевич. То есть первенство Южного федерального округа будет проходить со 2 ноября по 12. Планируют поехать чемпион до 13 Куполь Виктор, чемпион до 15 Колесниченко Алексей и чемпион до 17 Хроня Никита. Я хотел спросить, а где, я думаю, это интересно телезрителям будет, где у нас культивируются шахматы? Я знаю, что и в детско-юношеских клубах, и у нас, само собой, инваспорт играют ветераны. Где, в каких клубах можно прийти и записаться детям? Детям можно записаться в детско-юношеской клубе с 5 лет. То есть в клубе «Каравелла», в клубе «Горизонт», в клубе «Молодость». Детки, родители, пожалуйста, приводите своих деток с 5 лет, и ими займутся профессиональные высококлассные тренера. В Балаклаве же тоже у нас в Балаклаве? В Балаклаве есть, да, где преподает Ручева Наталья Михайловна. Вот, тоже, пожалуйста, приводите деток. Ну, Ручева Наталья Михайловна любит, чтобы детки уже были с 6-7 лет, посообразительнее. А наши тренера Белый Александр Иванович, он именно единственный тренер, который детский, который занимается именно с маленькими начинающими детками и ставит им шахматы так, как положено. То есть сначала учить. Вот, а потом уже в дальнейшем развиваются, прививают любовь. Со спонсорами и менеджерами у нас сейчас в шахматах тяжело, но, тем не менее, мальчишек и девчонок вы наградили. И я разговаривал с одним из наших чемпионов, так он доволен, и как начал перечислять, что ему вручили, так что вручали? Ну, получали медали, первые три места, дипломы, кубок первое место получили в виде статуэтки коняшки, да, и шахматную литературу. Шахматную литературу я специально заказывала из Москвы, вся она новая, вся последняя, 18-18 года. Поэтому я надеюсь, что детки со своими тренерами разберут и уделят внимание, и еще больше повысят уровень шахмат. Хорошо. И тема, ваша больная тема, это ветераны севастопольских шахмат. Я знаю, что они собираются в летнее время на ракушке, на эстраде Приморского бульвара. Там играют, правда, до сих пор недовольны то, что столы сделали овальные, очень неудобные. Но, тем не менее, каждый день там можно встретить играющих в шахматы. Вот. Как они проведут свой зимний период? Для ветеранов шахмат расписан график. То есть детская спортивная школа номер 5 выделяет свое помещение на Большой Морской 50 по определенным дням, по определенным часам. Чтобы в это время наши ветераны шахмат смогли прийти и проиграть между собой. Может быть, там как-то блиц, может быть, там классический. А перенца среди ветеранов, да, у нас запланирована. То есть она будет проходить. Играется регулярно, да. Да, играется. Я хотел спросить, не планирует ли Федерация шахмат Севастополя и президент Анна Волобуева провести шахматный матч, например, между сборной командой депутатов наших и законодательного собрания, и муниципалитетов, и сборной правительства Севастополя? Ведь было бы интересно, кто лучше играет в шахмат. Мы с удовольствием. Мы с удовольствием предоставим и шахматные комплекты, и шахматных судей, и можем даже деток предоставить, и часы у нас есть. Поэтому мы с удовольствием любую инициативу шахматную мы только поддерживаем, только за. Вот такая инициатива исходит у нас от президента Федерации шахмат Севастополя Анны Сергеевны Волобуевой, где за шахматные столы могут сесть члены правительства и члены законодательного собрания и сборной муниципальных наших образований. Я думаю, что этот матч вызвал бы интерес. Анна Волобуева у нас немножко играет в шахматы, немножко, как уж президент, и не играет. И ваш любимый ход. Сегодня у вас фигуры белые. Да, мой любимый ход стандартный. Е2-Е4. Открытый дебют. Придется ответить таким же Е2-Е4. И сегодня мы подвели итоги перенца Севастополя по шахматам среди детей, также юноши и девушек. Мы верим, что наши шахматисты, представители самой древней игры на планете, еще о себе объявят в полный голос. Хочется верить в их победы. Что ж, приходите, записывайтесь в шахматные кружки, в шахматные группы. Вас ждут в детско-юношеских клубах, в пятой школе, одна из самых спортивных у нас. Тем более спортивный зал шахматно-шашечный расположен в центре города. Также у нас играют шахматы и шашки в Малой Академии Наук. Итак, мы подводим итоги сегодняшней встречи. На наши вопросы ответила Анна Волобуева, президент Федерации шахмат Севастополя. А звучит традиционное. Всего вам доброго, удачи и здоровья! Субтитры подогнал «Симон»!